Алексей, ну, тюрьма – это такая необъятная тема, как атом, да, фактически. И, собственно, самые, может быть, лучшие книги посвящены этому, великие книги русской литературы и иностранной. Я вспомнил, вот кто-то написал, это Достоевский или Солженицын, сказал, что тюрьма – это полдоровый кладбище, то есть это отчасти уже смерть. И когда человека сожрают, то отчасти как бы его убивают, а он не может делать многое из того, что делают люди на воле, то есть живые люди. Но он еще не похоронен, да? Вот ты можешь это прокомментировать? Ты знаешь, отчасти это так, потому что в тюрьме ты фактически исключаешь любые эмоции, любые рецепторы для того, чтобы выжить и остаться морально и физически здоровым. Надо просто не обращать внимания на всю ту мерзость, да, которая происходит вокруг, то есть фактически ты заставляешь мозг и голову отключаться, то есть, ну, в какой-то мере это так. Конечно, плюс ритм тюремной жизни, он очень невысок, и это фактически не жизнь, а существование, да, и очень небольшое количество людей, это единицы, кто находит себе силы заниматься там спортом, читать. И, допустим, для меня было очень важно, как ни будет парадоксально, четкое планирование дня, то есть я себе вставлял четкий график, значит, и старался ему следовать. То есть мало того, что это вызывало положительные эмоции, определенного рода, когда у тебя, ну, ты, так сказать, исполнял это, это еще служило и функцией самоорганизации. В принципе, люди, которые без толку проходят, проводят это время, считают, что они, ну, фактически мертвы, в каком-то смысле, они не знают, что происходит снаружи вообще, они этим не интересуются, они непригодны для какой-либо иной работы, да, то есть они это время фактически спят литерагическим сном. То есть, действительно, буквально спят большую часть меня, да? А что такое график, что такое ваш день там, Леш? Значит, ну, существует правило внутреннего распорядка, это официально утвержденное в СИНО, значит, там, отбой, подъем, завтрак и так далее. Значит, между этим существует такое понятие, как работа для тех, кто работает, значит, соответственно, время личное, которое можно использовать для похода в баню, для звонков по телефону, официальному, который... Он ходит 15 раз в день, ограничение на количество звонков нет. Плюс на колонии поселения, это еще график похода в магазин, то есть, раз решено ходить в обычный такой, вольный магазин, ну, там определенное время. Это поселение, да, колония поселения. В зоне же этого нет, то есть, там, соответственно, вот это магазин вычеркнулся. Значит, внутри внутреннего распорядка я составлял свою собственную графику, а именно прийти, работать, да, сделать то-то, 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 там, прочитать такое-то количество страниц. Я вот даже себя заставлял иногда, да, особенно это касалось теловой литературы, то есть, я понимал, что вот я должен сегодня, допустим, прочитать там 250 страниц и так далее. То есть, я для себя создавал какие-то вот, ну, какой-то план, скажем так, который позволял бы себя поднять, ну, поднять, сдерживать, да. А работа, расскажи про работу. В зоне или в колонии поселения? Везде. В зоне я работал. Труд создал человека. Да, в зоне я работал в библиотеке, в колонии поселения работал на водокачке. Вообще, в этих местах самое ценное в работе – это отсутствие работы как колонии. То есть, понятно, что любая работа, она отвлекает от более важных вещей. То есть, для меня самым ценным было чтение. И для меня была хороша та работа, где, по факту, ну, в общем, оставалось большое количество времени на чтение книг. Ну, ты читал больше, чем на воле там, да? Ну, это даже несоравнимые вещи. То есть, как бы… По сравнению с тюрьмой, я считаю, что вообще ничего не читал. Мои университеты, да? Да. Потому что, конечно, там стоять у токарного станка или, допустим, как мне предлагали в колонии поселения быть водителем – это сначала реально работать. Причем это та работа, которая в жизни никакой пользы не принесет, да? Там сидеть за рулем УАЗика, так сказать, или точить там пипельником какую-то заготовку, так сказать. Очевидно, что кроме как издевательства, да, нормальными людьми это назвать нельзя. Поэтому основная ценность моей работы – это было то, что я мог спокойно сидеть и читать. В случае с библиотекой ЭКО это была руфельная работа, то есть там, собственно, сама работа. В случае с водокачкой моя задача была в том, чтобы следить за приборной панелью, так сказать, там давление, электроэнергия. Соответственно, в случае отключения электроэнергии там включение дизельной станции, чтобы, значит, подача воды не прекращалась. Но поскольку так удалось организовать рабочее место, что там появился и свет, и окна, то есть, в общем, и фактически вот у меня были приборы, вот тут стоял книжка и сходил в штаб. Тебя перевели, значит, у смены нарядчиком. Да. Финансистом. Это была уже окончательная, так сказать, история. В последний раз. Да. Меня вызывает начальная колония. Вот. И говорит, ну вот тут поступило распоряжение, короче… Олигархи не будут работать на водокаче. Да. На водокаче ты работать не можешь. Ну, потому что, типа, слишком это… Хорошо. Умный слишком. Да. Слишком хорошо там, да. Вот, значит, ну, поскольку у меня с начальником колонии были хорошие реально отношения, и он понимал, что, там, я, допустим, не буду, там, испытывать большое удовольствие, там, от уборки кровников, так сказать, или на работе. Говорит, ну, тут есть работа же, ты компьютером владеешь, там, и все. Вот. Что такое рядчик в зоне? Значит, вернее, в колонии селения. В зоне в колонии селения – это разная история. Значит, это человек, вот у нас колония уже не 400 осужденных. При этом порядка 12 объектов. То есть, это объект, где они работают. Там, это и российские железные дороги, там, и химические предприятия, и строительные объединения в качестве, там, используют отделочных работников и так далее. Значит, соответственно, необходимо составлять соответствующую документацию. То есть, осужденный и может выезжать без документа из зоны. Это так называемая маршрутка. То есть, составляется маршрутное исследование. Это, значит, составляется ночью. То есть, то, что после окончания рабочего дня понимать, там, кто болен, кто в какую бригаду и так далее. Это вот была моя основная работа. То есть, составлять маршрутные листы на выход на работу на следующий день. Второй наведчик, который работал днем, он занимался уже текущей работой. То есть, это фактически завхоз. Там, он уже занимался, там, черенки, там, акропат и так далее. А моя задача была, собственно, составлять эту документацию. Я, соответственно, получил доступ ко всей информации по колонии-поселению. Абсолютно. Финансовый. Он финансист. Финансовая информация. Идиоты. Сколько. Сколько. Платит РЖД. Сколько при этом получает осужденных. Значит, все жалобы. Все жалобы, которые проходили. Наказали. Все жалобы. Ну, вот происходила какая-то ситуация. Я сменялся, так сказать, утром. То есть, ну, там. А всем я уходил. Соответственно, все жалобы, которые подавались на администрацию, они приносились не администрацию, они приносились речку. Потому что тот речик, который заступал утром, он это все относил в спецчасть. Ну, поскольку, так сказать, развод на работу был еще до момента моего отхода. Ну, приносили, естественно, перед работой. Мне я все читал. Потом приходили ответы. То я все это читал, так сказать. То есть, я получил, на самом деле, доступ к полной информации, понимая, что происходит. Сколько на этом, извините за... Воруют. Воруют. Другое слово хотел сказать. Отчуждают. Отчуждают. Сколько на этом отчуждают. Вот. То есть, фактически, ребята, они лучше бы вот меня с водокачкой не трогали. Лучше не трогали. Потому что я сидел там, птички тут сказал. Короче, говорят, давай скажу всю правду, как оно есть. Тем более, что все-таки кровь начальника Пермского УФСИН и на твоих руках. Тоже планирует лайк, планирует лайк, планирует лайк на моих. Уголовное дело, арест, все такое. А ты угрожала ему убийство? Ты знаешь, вот я его не трогала, скажу честно. Я его угрожала возбуждением уголовного дела. Что, в общем, недалеко ушло. Яблоко упало недалеко от яблока. Говорю, это прекратите это безобразие, потому что это преступление, говорила я ему. А он? А он не прекращал. Ну, что делать? Ну, твое дело предупредить. Отчуждение денег. Отчуждение безвозмездных денег у осужденных это раз. А во-вторых, мне мужа не отдавали. Я тут же сказал, ребят, вы не уважаете нас, ладно, там, с Верховным судом и лично с Путиным? Владимир Владимирович. Который за Верховный суд. Ну, вот и друзья. Я вот сейчас вот запишу, да, то есть вы не уважаете Верховный суд, высший орган государственной власти, который лично... Судебная власть. Он, вот, а, высший судебной власти, который, он. То есть вы не уважаете весь юрфак Ленинградского университета? И кооперативно. Ну, Верховный суд постанял отпустить и медленно. А в Северном сказал, да нам на этом, честно говоря. Пусть адвокаты занимаются. Говорят, это как раз я, я защитник, поэтому я как раз этим занимаюсь. А с питерскими юристами, то есть вы вот справа этого... Да пошли. Еще разочек. И по буквам. А публика, да.